Работники сельского хозяйства отметили профессиональный праздник. В отрасли трудятся почти 7400 старооскольцев. На торжественном собрании в Центре культурного развития горняк чествовали лучших представителей профессии. В списках награжденных 22 труженика сельскохозяйственного дивизиона компании «Промагра». Любовь Мишина работает оператором на ферме воспроизводства свинокомплекса «Оскольский бекон-1». Вот уже 8 лет она помогает поросятам появиться на свет. Я из деревни вообще. И с 17 лет работаю в животноводстве. Работу я свою люблю. Я вот стою на секции, и у нас 96 голов свиноматок. 1200, 1100 поросяточек. И просто интересно с малыми поросятками работать, с пухленькими. Анна Гранкина в сфере животноводства не так давно сменила низкооплачиваемую работу продавца на труд оператора свинокомплекса «Оскольский бекон-3». Сам процесс рождения маленьких поросят, он самый необыкновенный. Работа обалденная. Мне, например, очень нравится. Сегодня в аграрном секторе Старооскольского округа трудится 7400 человек. Работой их обеспечивают 65 крестьянско-фермерских хозяйств, 17 индивидуальных предпринимателей, 21 предприятие. Благодаря нелегкому труду аграрии в Старооскольце полностью обеспечены натуральными, экологически чистыми продуктами, отметил заместитель губернатора Станислав Олейник. Мы по-прежнему с вами лидеры в производстве мяса. И хочу сказать, что гордое звание мясной столицы Белгородщина долгие годы еще будет, я уверен, нести вперед. И в этом, конечно же, большая заслуга вас, вас, ваших предприятий. Это и промагра, прежде всего. Это, конечно же, и подразделения при Осколе, которые на вашей территории находятся. В честь праздника более 100 старооскольцев-тружеников сельскохозяйственной отрасли были отмечены министерскими, областными и муниципальными наградами. Аграриев поздравил глава округа Александр Сергеенко. Торжество продолжили выступления артистов Центра культурного развития «Горняк». Ольга Шалыгина, Алексей Грачев, Ирина Чуликова, 9 канал.